Приветствую всех на моем канале! С вами Любовь Баварская. Это моя работа неоново-рыжая амбре. Один ноготок вписался в дверь, как сказала моя клиентка. А так сравнительно неплохо проносился маникюр, будем делать коррекцию. Беру септонайзер без спиртовой антисептик для рук. Обеззараживаю руки клиента. Септонайзер отлично защищает, очищает и увлажняет ручки. Маникюру месяц и пришло время его обновить. Твердосплавной фрезой снимаю верхнее покрытие. Основное снятие материала выполняю на ногтевом ложе. Со свободного края снимаю только цветное покрытие. Это я делаю для того, чтобы выполнить незначительное поднятие немного клюющих кончиков. На свободном крае остается материал, который я выпилю, перевернув руку клиента. Но эту манипуляцию я сделаю чуть позже. А сейчас при спиливании длины заведу фрезу под ноготь и тем самым помогу себе в дальнейшем поднятии. В своей работе я использую только твердые материалы, такие как гель и полигель. И при правильной подготовке ногтевой пластины эти материалы носятся от коррекции до коррекции без отслоя. Эту коррекцию также буду выполнять твердым материалом гель от торговой марки Ириск. Гель Ириск Органик, он и носится отлично от коррекции до коррекции. И можно его выкладывать в тонкий слой. Добралась до нашего страдальца. С поломанного ногтя необходимо убрать весь материал, чтобы он не мешал в построении нового ноготка. Также ни в коем случае нельзя оставить ни одной отслойки. Ведь старые отслойки повлекут за собой новые, и отслойка – это карман для размножения разных микробов. И если ее залить новым материалом, для микробов и бактерий это будет просто рай для дальнейшего их размножения и образования новой цивилизации. Такой как плесень. Плесень может спровоцировать анихолизис, анихолизис может спровоцировать грибок. Поэтому зачищаю все отслойки. А у поломанного ногтя они обязательно есть, но аккуратно с твердосплавной фрезой. Ее абразив не позволяет работать с натуральным ногтем. Слишком грубый и может легко повредить натуральную ногтевую пластину. Отслойку буду удалять алмазной фрезой. Металлическим пушером отодвигаю кутикулу. Прохожусь таким способом по всем пальчикам конвейерным методом. Беру алмазную фрезу пламя. Прочищаю левую боковую складку и левый синус. Фреза работает в режиме форвард. Режим форвард это тот же режим на котором мы снимаем верхнее покрытие. Но для работы с кожей и птеригием я убавляю обороты. Работаю примерно на 15 тысячах оборотов. Наш бедолага ноготок без свободного края испачкан кажется в тональном креме. Уберу его при помощи спирта. И тем самым спасу свою алмазную фрезу от забивания. Переключаю фрезер в режим реверс. И на тех же 15 тысячах оборотов прочищаю правый боковой валик, правую боковую складку между валиком и ногтем, под кутикульное пространство и освобождаю проксимальную складку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Оставшуюся отслойку, которую нельзя было убрать твердосплавом, убираю алмазной фрезой. Работаю без особого нажатия. Работаю без особого нажатия. Та, которая к нам сейчас справа. Кто заметил такую же тенденцию, пиши комментарии. По какой причине этот пальчик самый сложный? У него самая сложная обработка кутикулы. Давайте пообсуждаем это в комментариях. Свою работу фрезой пламя я всегда начинаю с левой стороны. Работаю в режиме форвард. Переключаю фрезу в режим реверс и обрабатываю правую сторону и поднимаю кутикулу. Прочищаю под кутикульное пространство. Почему? Почему сначала левую, а потом правую? Потому что поднятая фрезой кутикула имеет такое свойство, как опускаться. И если вначале поднять кутикулу, а потом обработать левую сторону, то она опустится и будет сложно работать ножницами. Кто не согласен, пиши свои комменты. Заканчиваю работу фрезой и приступаю к обрезанию кутикулы. Беру свои любимые ножнички от Silver Star. Давно пользуюсь этим брендом. Их можно приобрести на любых маркетплейсах. А ну да! Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы шаблон встал стык-встык с линией улыбки. При конструировании квадрата, чтобы ноготь не смотрелся вниз, шаблон я устанавливаю немного вверх. Втирающими движениями наношу первый слой геля. Просушиваю в лампе 2 минуты. Работаю с LED-лампами. При выкладке свободного края особое внимание уделяю точкам вроста. Необходимо хорошо проработать эти зоны. Хорошо проложить материал, чтобы не осталось ни одной зазубринки и проплешинки. Хорошо сформированная точка вроста является залогом отличной носибельности искусственного ногтя. Перехожу к выкладке конструирующего слоя. Вначале прохожусь тонким слоем геля, делая тем самым, так сказать, мокрый пол, чтобы по нему растеклась и натянулась основная капля геля. То есть прохожусь тонким слоем геля, не внедряясь в подкутикульное пространство. Беру большую каплю, устанавливаю ее около кутикулы и натягиваю до свободного края. Позволяю гелю самовыровняться. При необходимости переворачиваю руку клиента. Отправляю на просушку в лампу на 2 минуты. После просыхания удаляю липкий слой обезжиривателя. Пилочкой абразивностью 120 грит придам форму. Работа с гелем отличается от выравнивания базой. Гель – это твердый материал, который ни в коем случае не должен лежать толстым слоем около кутикулы и боковых валиков. То есть боковых сторон ногтевой пластины, около валиков. Около кутикулы и около боковых валиков самый тонкий ноготь, самая тонкая ногтевая пластина. Поэтому, если твердая будет лежать на тонком, в процессе носки обязательно образуются отслойки. Поэтому пилочкой необходимо истончить наложение геля около кутикулы и боковых валиков. Переворачиваю руку клиента и выпиливаю образовавшуюся ступень. Тем самым делаю незначительное поднятие. Но слишком тонким торец тоже делать нельзя, чтобы наш краешек не обкрошился. Продолжение следует... По желанию клиентки закругляю острые кончики квадрата. Прохожусь мягким бафом. Абразив у меня 150 грит. Тем самым сглаживаются бороздки от пилки. Немного пройдусь по торцу. Немного пройдусь по торцу. Такая толщина свободного края будет вполне носибельна. Наши ноготочки готовы к цветному покрытию. Стряхнула пыль и остатки убрала обезжиривателем. На моем канале клиентка увидела один из мастер-классов, выполненный на типсе. Реализуем его в жизнь. Покрываю первым тонким слоем гель-лака и отправляю на просушку в лампу на 2 минуты. Конечно же красный, ведь сейчас же осень и красный расходится на ура. Первый слой гель-лака не подвожу к кутикуле. Второй слой. Апельсиновой палочкой можно пушером, кому чем удобно. Отодвигаю кутикулу. Наношу второй слой гель-лака ближе к кутикуле. Работаю только кисточкой из флакона. На просушенный гель-лак буду наносить гель-паутинку. Чтобы паутинка не растеклась, работаю по 2 пальчика. Гель-паутинка имеет липкий слой. Беру сухой пигмент и ватру его в белую паутинку. После нанесения пигмента отправляю ногти на просушку в лампу. Здесь необходима фиксация примерно секунд 20. И только после просушки стряхиваю излишко пигмента кисточкой. Но перед просушкой немного стряхну с боковых валиков, чтобы не испачкать лампу. Перекрываю топом без липкого слоя. Также просушиваю в лед-лампе 2 минуты. После полной полимеризации топа немного пройдусь пилочкой по торцу, чтобы он был четкий и ровный. Использую сухое масло для кутикулы. Почему сухое? Потому что быстро высыхает и не оставляет жирных следов. Благодарю за просмотр. Подписывайся на мой канал. Впереди много интересного. Буду очень благодарна за лайк.